Добрый вечер! В эфире программа ТОП Латгалии. Я Лариса Кириллова и, как всегда, говорим в это время о событиях прошедшего дня. Централизованный экзамен по математике. Латвийские школьники проварили. Туристический сезон в разгаре, куда латвийцы отправляются чаще всего этим летом. Об этих и других новостях поговорим чуть позже, а сейчас я представляю свою гостью. Это член правления компании «Латвия Тревел Д» Мария Ступини. Добрый вечер! Добрый вечер, Мария! И по традиции, прежде чем начать разговор по существу, предлагаем вашему вниманию обзор городских новостей. Прошлая неделя стала испытанием для многих латвийцев. Всему виной непогода. Но больше всех пострадали жители Баловского края. Смерч уничтожил четыре домашних хозяйств. К счастью, люди не пострадали. Но сегодня они надеются на помощь со стороны государства. Государство может помогать самоуправлению в этом вопросе. Если самоуправление выдает, например, помощь тем, которые пострадали от стихии, мы можем со своей стороны кофинансировать эту помощь. Мы сейчас в контакте с Баловенским краем, с администрацией, и там подготавливаются все документы. И когда они выдадут свою помощь жителям, мы можем кофинансировать со стороны государственного бюджета эту помощь. И будем это и делать. И как я понимаю, Баловенский край уже контактируется. Мы контактируем с ним. Они информируют нас, что они контактируются уже с жертвами этой стихии. Так что там вся информация получена. У людей предоставлено временное жилье. Это тоже функции самоуправления. И это все сделано так, что работа идет. Контакт есть. Но, конечно, ситуация нехорошая со стороны. Жилье потеряно. В 2018 году в законную силу вступили изменения в правилах Кабинета министров о санитарном обслуживании жилых домов, которые обязывают управляющую организацию постоянно обеспечивать температуру горячей воды не ниже 55 градусов. В результате счета жителей Латвии заметно возросли. В этой связи по ЖКХ нашло возможность снизить эти расходы. Дело в том, что данные правила не говорят о необходимости постоянной работы системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции. То есть, в многоэтажках с циркуляционной системой горячую воду в ночное время можно отключать. И при этом не нарушая правил Кабинета министров. ПЖКХ уже принимает заявки от собственников квартир на отключение циркуляции в ночное время суток. Более подробную информацию можно будет получить по телефону 654-34043 или 654-07-273. Компания TestDevLab приглашает жителей Дагуфлса принять участие в летней школе и совершенно бесплатно пройти курс по основам тестирования компьютерных программ. Обращаем ваше внимание, после обучения придется сдать экзамен, по результатам которого лучшим из лучших будет предложена возможность пройти оплаченную практику на предприятии TestDevLab. Обучение пройдет в офисе предприятия с 7 по 23 августа. Получить подробную информацию можно, отправив письмо на электронную почту christops.lv. Уже в эту субботу в Дагуфлсе на картодроме Плазма в седьмой раз пройдут соревнования по дрифту. На данный момент свое участие в состязаниях подтвердили 57 участников. На 12 июля запланированы официальные тренировки. С 13 июля в 14 часов состоится открытие четвертого этапа латвийского дрифта. На Дагуфлском этапе все участники будут бороться за каждый пункт турнирной таблицы. Всего на старте будет более 60 автомобилей, но организаторы приглашают принять участие в соревнованиях и других любителей гонок. Во время соревнований будет открыт и автопарк, где можно будет познакомиться с дрифт-автомобилями и встретиться со спортсменами. Несмотря на задержание подозреваемых в поджоге автотранспорта, машины в Дагуфлсе продолжают гореть. Очередной пожар произошел 10 июля около часа ночи на улице Таутас, где горели два автомобиля – легковой и микроавтобус. Общая площадь пожара составила 7 квадратных метров. В результате возгорания пострадала и еще одна легковушка. На поступивший сигнал сотрудники Латгальской региональной пожарно-спасательной бригады отреагировали оперативно. Огонь был потушен через полтора часа. По данному факту, начат уголовный процесс. С 1 августа этого года в Латвии на 15% снижается акцизный налог на крепкие спиртные напитки. Такое решение в окончательном чтении принял Сейм и новые поправки будут действовать до 29 февраля 2020 года. Как пояснили авторы проекта, поправки были необходимы из-за изменений в эстонском законодательстве. Как мы помним, наши соседи снизили акцизный налог на алкоголь и стали хорошим конкурентом для Латвии. В результате чего могли причинить урон бюджету нашей страны в размере 92 миллионов евро. Сейчас, после принятия новых поправок уже латвийской стороной, урон снизится до 32 миллионов евро. Мария, вот на ваш взгляд, насколько адекватно поднимать, скажем так, акцизный налог на напитки, содержащие большое количество сахара, но в то же самое время снижать акцизный налог на алкоголь? Возможно, эти две темы не должны были быть связаны между собой, просто так сложились обстоятельства. Я, как мама двоих школьников, детей, все-таки за то, чтобы поднять акциз на сладкие безалкогольные напитки, по причине того, что я вижу постоянно растущие проблемы в связи с повышением в продуктах сахара, тем самым увеличивается вес у школьников, и все-таки государству надо активнее задумываться о вопросах здравоохранения или каких-то вариантах, как больше дать информации школьникам, студентам о полезном питании и здоровом образе жизни. Ну, если мы говорим уже о пониженном акцизе на алкогольные напитки, вот ваше мнение каково? С точки зрения бизнеса, это правильный ход государства. Все-таки государство должно быстро реагировать на сложившуюся ситуацию, и, возможно, в дальнейшем будут приняты какие-то дополнительные меры или будут найдены какие-то дополнительные рычаги, как можно снизить потребление алкоголя на местном рынке, но при этом не потерять свою конкурентную способность по отношению с ближайшими странами. Все-таки точка зрения бизнеса тоже существует в данном мире. А вот смотрите, вот в данном вопросе приняли решение, поторопились, успели, да, но есть много других сфер в бизнесе, да, до которых почему-то нашему и правительству, и сейму нет никакого дела. Не сталкиваетесь вот с такими ситуациями? Государство тоже занимается и другими отраслями бизнеса. Возможно, просто не так быстро это происходит, но мы видим, что даже в нашей отрасли туристической государство постоянно производит какие-то нововведения, производит новые реформы, к которым мы должны придерживаться. Одним словом, скучать вам не дает. Переходится, однозначно. Ага, переходим к новой теме. В этом году средний результат централизованных экзаменов по математике достиг самого низкого уровня за последние 10 лет. Более того, 226 школьников вообще не смогли сдать этот предмет, а 26 учеников не справились с экзаменом по латышскому, еще два школьника не сдали историю, а один ученик не преодолел 5-процентный, скажем так, барьер по физике. И, Мария, вот на ваш взгляд, о чем это свидетельствует? О низком уровне преподавания или об отношении к учебе самих детей? Мне все-таки кажется, что наши школьники и учащиеся мало мотивированы в своем обучении. У них нет столько желания проходить обучение точным наукам, таким как математика, физика, в том числе и история, и биология. То есть они не хотят утруждать себя такими достаточно сложными предметами. Можно сказать, что учеников интересуют языки иностранные. Возможно, в этом они видят какую-то мотивацию с целью дальнейшего посещения каких-либо стран или, возможно, обучения на иностранном языке. Я вас перебью, просто хочу дать немножко статистики. Действительно, иностранные языки у наших учеников идут прекрасные. Вот по английскому языку в этом году школьники сдали экзамен лучше всего за последние 10 лет. Средняя оценка составила 62,7%. Русский язык 74,4%. И даже французский язык всех удивил, ибо дети получили 69,1%. Это очень хороший результат. Немецкие тоже где-то за 70%. О чем это говорит? О том, что все-таки дети смотрят больше на Запад? Возможно. Но я считаю, что и родители также должны стараться мотивировать своих детей и больше общаться со своими детьми, контактировать с ними, а не просто, чтобы дети находились в телефоне постоянно, в планшете. Там все-таки много ненужной информации, которая им мешает сделать правильный выбор в своей дальнейшей профессии. И, возможно, они поэтому не придают значимый акцент, не делают на вот этих точных науках. А быть может, сегодня быть высокообразованным человеком не модно? Мы же в такое время живем, когда все следуют каким-то трендам, да? Быть в тренде – это хорошо, но все-таки надо понимать, что существуют определенные профессии, без которых мы не можем обходиться как государство целостное. И, соответственно, кому-то все равно необходимо там работать. И государство требует получения вот этих кадров, которые будут заниматься точными какими-то науками. И это и инженеры, и программисты, и так далее. Ну и надо сказать о том, что образование никогда никому еще не помешало, потому что человек, только такой человек может быть на рынке труда конкурентоспособным. И такой человек может действительно завоевать, получить место под солнцем и устроить свою жизнь так, как ему этого хочется. Переходим к новой теме. Около 700 тысяч евро будет выделено Министерству образованию и науки на создание государственной учебной программы по подготовке IT-специалистов. Ранее это финансирование планировалось отдать Министерству экономики для реализации программы по поддержке потребителей электроэнергии. Получилось так, как получилось. Причина такая, что уже к 2022 году в Латвии будет критически не хватать специалистов из IT-сферы, а в Европе с дефицитом этих кадров столкнуться уже в 2020 году, по мнению экспертов. Тогда не будет хватать около полумиллиона специалистов. По большому счету, нашему молодому поколению есть о чем задуматься и куда стремиться, учитывая, что зарплаты у IT-шников приличные. И тем не менее, Мария, вот на ваш взгляд, у нас в стране какая-то практика. Хочешь помочь одному, отбери от другого. Вот так и здесь получилось. Мы помогаем Министерству образования, но в то же самое время отбираем деньги от Министерства экономики, которые реализуют тоже важную программу, помогая людям, которые пользуются. К сожалению, в нашем современном государстве так происходит. И очень жаль, что государство заранее не может сделать более долгосрочную перспективу наперед и разделить финансирование соответствующим образом. То есть у нас появляется пробел в какой-то одной отрасли, мы начинаем ее быстро пытаться ликвидировать, но тем образом появляется с другой стороны какая-то другая уже яма, которую мы будем потом в дальнейшем тоже пытаться ликвидировать. Но это получается, что, наверное, все-таки какие-то проколы и расчеты, ну, в расчетах, вот вы уже сказали, на перспективу дальнейшую, да, и, наверное, проколы в управление? Потому что столько в Латвии созданных исследовательских институтов, социологических компаний. Возможно, еще не хватает государству опыта, который мы перенимаем от Евросоюза и Европы, но еще не так успешно умеем применить свои знания и полученный опыт в проектировании дальнейшего бюджета. Возможно, надо пытаться быть все-таки более дальнозоркими и видеть наперед какие-то картины, которые, к сожалению, в нашем, может, и к радости, в современном, быстро развивающемся мире, конечно, надо действовать быстрее и прогнозировать благодаря вот этим созданным ассоциациям различным, которые дают какие-то результаты, итоги, и, исходя из этого, уже планировать бюджет быстрее. Ну что ж, ваша точка зрения понятна, думаю, для большинства она близка. Переходим к новой теме. Неприятный сюрприз ожидает клиентам банков, которые продолжают использовать калькулятор кода. В частности, буквально на днях латвийское радио со ссылкой на одного из клиентов Светбанка сообщило о том, что латвийцы столкнулись с тем, что теперь за этот вид услуги банки взимают весьма существенную плату. Так, за использование калькулятора кода дама, которая обратилась к нашим коллегам с латвийского радио, заплатила около где-то в размере 20 евро. То есть сумма приличная, причем это только за одну операцию. Сумма приличная, вариантов выхода из данной ситуации, я так понимаю, практически нет, потому что с 9 сентября вот эти все пластиковые карты кодов банки ликвидируют и переходят на подобную систему, смарт-айди. Но понятно, что если молодые люди, для них это ерунда, идти в ногу, то для пожилого человека, сеньора, я думаю, что это проблема. Тем более, надо сказать открыто, что в маленьких городах, на селе, как таковых расчетных касс или представителей филиалов банков больше нет. Для этого нужно будет приехать в большой город. Не у всех есть возможность, и не каждый поедет. Пожилому человеку это будет сложно. В том числе будет проблема и с инвалидами, и с людьми социально малозащищенными. Поэтому банковский сектор должен все-таки более глубоко подумать о том, как они могут провести более подробное обучение или каким-то образом привлекать, то есть самим делать выездные какие-то организации. для того, чтобы обучить и привлечь таким образом к себе в банковский сектор своих клиентов. Но вы же согласитесь со мной, что банки, по большому счету, это тоже сфера услуг. Да, конечно. И любой магазин, например, любая компания, которая в той или иной степени напрямую работает с клиентом, она заинтересована, чтобы клиенту было хорошо. Хорошо и удобно, конечно. А что вот в этом случае происходит? Получается, что банки готовы зарабатывать на всем и на всех? Ну, это не только зарабатывать. Все-таки к этому надо подходить и с другой стороны. Это вопрос и безопасности сбережений. И это в современном мире технологий все-таки немаловажно вопрос защиты средств или какие-то мошеннические транзакции со счетами, с переводом денег и так далее. По европейским регулам все-таки банки стараются придерживаться и идут на этот шаг по причине все-таки тоже безопасности. Хотя, да, определенный слой населения и конкретно в Латвии, так как достаточно большая часть составляет и люди пожилого возраста, конечно, с этим будет проблема. И банки должны были над этим более активно подумать и проработать данную ситуацию. Ну, хочется верить, что кредитные учреждения не оставят, скажем так, в беде, по большому счету, наших бабушек и дедушек. Ну, скажем так, сделают к ним шаг навстречу и как-то упростят их жизнь в общении с банками. Переходим к новой теме. Туристический сезон в самом разгаре. И в последние годы все чаще латвийцы вместе со всей семьей отправляются в заморские страны. Причем Турция – это уже не приоритет, отправляется гораздо дальше, в страны более экзотические и более незнакомые, ну, скажем, для жителей Европы. Мария, все-таки, вот какие направления популярны в этом году? И вообще, какие это поездки? Бизнес-поездки, просто поехать в гости, да? Или действительно люди выбирают путешествия и отправляются? Тенденции уже ежегодно сохраняются одни и те же. То есть, есть как бизнес-поездки, они никуда не ушли. Это в Москву перелеты, это Берлин, Франкфурт, Брюссель. Также это поездки к своим родным по Ближней Европе. Конечно же, перелеты в Англию или в Ирландию для работы, да. Но отдых остается отдыхом. И, конечно, приоритет все-таки люди оставляют за европейскими курортами. То есть, это Средиземноморье, это Адриатика, это Черное море. Люди хотят быстро, дешево. С комфортом. С комфортом, да. То есть, Европа на данный момент очень популярна и широко излюблена туристами. И самолеты заполняются полностью. Послушайте, ну вот, ну как бы для пассажиров это прекрасно, да. Билеты на авиа, авиабилеты, да, их стоимость в последние годы, ну просто радует, да. Цены снижаются, все возможные акции. Люди этим пользуются все-таки активно или вот предпочитают, скажем, привыкли к Аэрбалтику и мы будем летать на Аэрбалтике? Люди используют различные возможности. Направлений сейчас очень много. Аэрбалтик тоже старается идти в ногу и тоже открывают новые направления. Те, которые интересны туристам. При этом еще становятся более доступны и более направления в дальнего плана. То есть, это могут быть и как африканский континент, и Южная Америка. То есть, люди уже не боятся полететь дальше, нежели Европа. Это становится в денежном плане тоже более доступно. И, конечно же, желание человека увидеть что-то новое, интересное и неизведанное. То есть, немножко пощекотать свои нервы. Ну, все-таки это в человеческой натуре остается. Недавно была очень актуальная тема, она и продолжается до сих пор. Багаж, да? Вот ряд компаний выдвинули свои условия. Там за каждые 20 килограммов приходится платить. Как решать этот вопрос? Платят? Или все-таки ручная кладь и поехали? Ну, по Европе, конечно, без проблем можно и с ручной кладью. На более дальние направления все-таки актуален вопрос багажа. И туристы, ну, по старой привычке еще любят ехать с комфортом и хотят все-таки иметь багаж с собой. Но это плюс к цене за билет, да? Конечно, да. Это у большинства авиакомпаний сейчас уже идет плюсом. Те, кто хотят сэкономить, конечно, стараются вложиться в свой маленький багаж, что в целом тоже не так плохо. Зато все быстро, налегке, и не надо думать ни о чем лишнем. Ну что ж, одним словом, пора менять свои привычки и отправляться в путешествие с ручной кладью. По крайней мере, это несколько дешевле, чем было ранее. Ну, на этом все. До свидания. Всем хорошего вечера и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!